Привет, дорогие мои! Давненько мы с вами не виделись. Все дело в том, что я занималась онлайн-уроками. Мы недавно запустили новый формат онлайн-уроки по прическам. Кстати, как вы относитесь к дистанционному обучению? Как вы считаете, можно ли обучиться и стать профессионалом своего дела дистанционно? Напишите об этом в комментариях. Ну а сейчас я хочу вам показать красивую праздничную прическу греческую косу. И постараюсь показать ее максимально подробно и пошагово, чтобы вам было все понятно. Да, и о самом интересном. Долгое время мне поступали предложения от постеров с размещением своих работ по прическам на моем канале, на коммерческой основе. Я долго над этим думала и решила размещать ваши ролики абсолютно бесплатно. Если вы любите делать прически и считаете, что делаете их хорошо, то присылайте свои видюшки мне на почту. Ссылочка будет в описании под видео. И я обязательно опубликую их в порядке очереди в конце моего видео с указанием авторства. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце ролика я опубликую одну из ваших работ, которую вы мне прислали. Ну а теперь приступаем к созданию великолепной прически. Поехали! Перед тем, как начать работать, можно прогофрировать волосы по желанию. Я сделала мелкое прикорневое гофре. Гофре у меня фирмы Zewal. Оно прикорневое, примерно 5 см от корней. Далее мы начинаем делить волосы на зоны. Нахожу макушку. Это наивысшая точка головы. И провожу вертикальный пробор. С правой стороны у меня до серединки ушка проходит. Убираем зажимом. С левой стороны тоже самое. От макушки вертикальный пробор до середины уха. На затылке провожу горизонтальный пробор через наиболее выступающую точку на затылочной части. Либо можно ориентироваться на зону верхнего затылка. Это уровень ладошки. Это средний затылок, это нижний затылок. Тоже пока можно убрать эти волосы, закрепить зажимом. Далее продолжаем работать с затылочной частью. Нам нужно выделить центр затылочной зоны. Можно пальчиками провести. Примерно 3-3,5 см. Наша задача сделать основу греческой косы. Для удобства работы вы можете нанести пудру для прикорневого объема. У меня фирма Шварцков. Ольсис. Она очень легко распределяется по волосам. Можно вот так вот втереть в кожу головы. Наношу на корни. Беру расческу с хвостиком. Выделяю горизонтальный пробор. Делаю оттяжку перпендикулярно голове. Можно даже немножко кверху. И расческой веду к корням. Максимально близко. Начесываю полностью всю прядочку. Фиксирую лаком. Беру следующую прядь и снова начесываю. Делаю классический начес. Лак у меня сейчас в средней фиксации. Фирма Кату Студио. Наша задача начесать полностью все прядки. Далее все волосы я должна сформировать вот в такую вот подушку. Это основа нашей греческой косы. Беру лак. Точечно брызгаем. Пристояние 20-30 см. Немножко дуем, чтобы лак лучше проник внутрь. Наша основа готова. Не бойтесь сделать начес. Если вы делаете его правильно, то его также легко можно потом счесать. Сейчас вот этот вот хвостик я завью на плойку. У меня плойка сейчас фирма Деваль. 33 мм. Берем и общим захватом накручиваем. Далее моя задача волосы боковых зон разделить на три равные части горизонтальным пробором. Раз, два и три. И каждую из этих частей накрутить. Беру первую прядочку. Также наношу пудру для прикорневого объема. Тупирую корней. Тупировка начеса с внутренней стороны пряди. Фиксирую точечным лаком. Беру плойку. И накручиваю вовнутрь. Держим. Держу обычно 5-7 секунд. Затем этот лаком пока подкручиваем, чтобы он остыл. И закрепляем шпилькой. Следующую часть волос берем и накручиваем. Держу. Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас я вам покажу последовательность, как я это буду делать. Покажу в зоне макушки. Я делю ее пополам. Убираем остальные волосы. Беру бодру для прикорневого объема. И прорабатываю корни волос. Далее делаю тупировку. Плотненько тупирую корень. Делю волосы на две равные части. Накручиваю одну сторону вовнутрь на объем. Вы можете взять плойку 25 мм. У меня побольше диаметр. Пожалуйста, можно брать и побольше. 33, 35, 38. То есть чем крупнее плойка, тем будут шире локоны. Итак, переходим к лицевой части. Смотрите, здесь фронтально-теменную зону я буду выделять. Ориентируюсь на наивысшую точку брови. Ставлю расческу и провожу диагональный пробор. С одной стороны диагональный, да, и с другой стороны то же самое. И височно-боковые зоны. Делю пополам. Получилось два локона. Осталась фронтально-теменная зона. Наношу пудру для прикорневого объема. Тут волос много, поэтому делю еще по столам. Теперь моя задача сделать пупировку. И еще. И общим захватом накрутить волосы от лица на объем. Продолжение следует... То есть у нас получилась вот такая же конструкция. Первая прядочка, по бокам по две пряди. И далее. Сейчас наша задача все это собрать и сделать из этого красоту. Мне понадобятся шпильки. Я вот так вот удобно для себя их подготовила. Я взяла бублик и туда их вткнула. И невидимочки маленького размера. Размер 40. И размер 45. Средний. Начинаю работать с самых нижних прядей. Беру первую прядку. Прочесываю ее. Немножко проглаживаю в руке. И растягиваю вниз. Нахожу место закруто. Можно параллельно наметить текстуру. Пальчиками. Беру невидимочку. И закрепляю. Изнутри. Буду пользоваться воском спреем. У меня фирма Redken. Он помогает хорошо моделировать. И делать текстуру намного четче. Достаточно мягкая фиксация у этого воска спрея. Идеально подходит для текстуры. Также буду использовать в своей работе спицы. Это будут такие подпорочки. Они длиннее, чем шпильки. Поэтому намного будет удобнее работать с ними. И после чего фиксирую лаком средней фиксации. Пока что не сильным лаком. Работаю параллельно. Сделаю одну прядочку. Начинаю работать с другой прядью. Развожу. Делаю качей. Можно сразу поставить подпорочку. Втыкает слегка. И формирую текстурку. Ставлю рядышком. С прядью с серией. И закрепляю изнутри. И продолжаю работать в этой же последовательности. Эта прядочка пойдет сюда, в соседнее рядышком. Выше. Друг на дружку. Друг на дружку. Друг на дружку. Друг на дружку. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, на зоне макушки у нас осталось еще две прядочки. И по центру я буду выкладывать сейчас прядь, которая лежит у нас у лица, то есть фронтальная теменная зона. Она будет уходить у нас по центру, вот сюда. Такой вот мягкий жгутик я скрутила. Наметила немножко текстуру, округлила бока. Пока оставлю шпильку временно. Прорабатываю текстуру воском спрея Redken. Прядочку я увела. Вот она. Продолжается. Облаживаем. Растягиваем. И уводим. Примерно вот сюда. То есть получается такая коса. Коробочками опять-таки немножко намечаем. Текстуру. Беру подпорочку. Вставлю. И подтягиваю. Итак, продолжаем работать с боковыми прядками. Височно-боковая зона с левой стороны. Беру первую прядь. Оставлю немножечко у краевые линии прядки. Растягиваю вот таким вот образом. И увожу вот сюда, между прядями вниз. И закрепляю новиделкой внутри. Здесь тоже оставляем немножко прядок у краевой линии. Прочесываем прядь. Растягиваем ее в бок. И уводим между прядками. Прячу сюда. В конце работы я обязательно фиксирую лаком сильную фиксацию. У меня жидкий лак фирмы Шварцкоп Силуэт. Он очень крепко фиксирует прическу. Она будет у вас держаться очень долго. Будет с толкой. У нас получается вот такая вот шикарная, объемная прическа. Греческая коса. Я ее называю королевой причесок. Идеально подходит для длинных волос. Но также можно делать на волосы средней длины. Надеюсь, вам понравилась моя работа. Поставьте лайк. Подпишитесь, если вы новичок на мой канал. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а теперь смотрим работу, которую прислал мой подписчик с инстаграмом. Ребята, давайте поддержим мастера, оцените ее работу и напишите свое мнение в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, работа получилась очень даже интересной. Я надеюсь, вам понравился мой новый формат. Присылайте свои видео мне на почту. Ну а я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok